В прямом эфире НТС новости в студии Елена Кобзева. Здравствуйте. Выявлен факт легализации преступных доходов в особо крупном размере. Об этом сообщает Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями. Сотрудники Финпола по Соколукскому и Московскому районам Чуйской области, как отмечают в ведомстве, пресекли деятельность преступной группы. Она под видом оплаты за товар вывела на территорию Китая средства на сумму свыше 180 миллионов долларов. Ущерб по бюджету от деятельности группы, как установило следствие, составил более 1 миллиарда 100 миллионов сомов в виде неуплаты налога на добавленную стоимость. 29 декабря был задержан гражданин, фактически осуществлявший вывод денежных средств на территорию Китая. Сейчас, как отмечается, следствие устанавливает происхождение этих денег, а также должностных лиц, причастных к преступной схеме. О выявлении коррупционной схемы в налоговой сообщает и ГКНБ. Как отмечается в информации чекистов, благодаря этой схеме компания-производитель алкогольной продукции, являющаяся монополистом в своей сфере, скрывала реальные объемы производства и уклонялась от уплаты налогов. Как сообщается, сотрудники АКС ГКНБ провели обыски на заводе и складских помещениях компаний на севере и юге страны, а также в служебных кабинетах должностных лиц Центрального аппарата налоговой службы и ее региональных управлениях. В результате обысков было изъято свыше 460 тысяч единиц алкогольной продукции на сумму свыше 100 миллионов сомов. Отложено рассмотрение меры пресечения Камчи Кольбаеву. Сегодня, как сообщается, Бишкекский городской суд должен был рассмотреть ходатайство адвокатов так называемого «вора в законе». Юристы потребовали отпустить его под домашний арест, однако в суд Кольбаева не привезли. После процесс отложили на неопределенное время. Напомним, криминальный авторитет был задержан в Бишкеке 22 октября. В отношении него было начато судебное производство по статье «Создание преступной организации или участие в ней». Вскоре после задержания Кольбаева водворили в СИЗО ГКНБ на период следствия. Меж тем, столичная милиция сообщает, что задержала в Бишкеке двух активных членов группировки Кольбаева. Перед этим, как отмечается, в ГУВД с заявлением обратился гражданин Турции. Он просил принять меры в отношении неизвестных, которые пришли к нему в офис, представились членами ОПГ Камчи Кольбаева и вымогали 20 тысяч суммов якобы для помощи криминальному авторитету, находящемуся под стражей. Угрожали физической расправой и уничтожением имущества. При передаче денег вымогатели задержали сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью с участием бойцов СОБР. В салоне автомашины задержанных было обнаружено и изъято гладкоствольное огнестрельное оружие и два патрона. Обвиняемую в убийстве девушки в селе Нижнее Аларча отпустили под залог. Об этом сообщают в милиции. Как отмечается, подозреваемая заплатила залог в 1 миллион суммов. Также, как сообщают источники в правоохранительных органах, родные убитой написали встречное заявление после того, как обвиняемая оплатила им моральный и материальный ущерб. Напомним, убийство 26-летней Айгерим Токубаевой произошло 26 сентября. В дом, где она проживала со своими родителями, ночью проникли двое в масках. Они напали с ножом на девушку и ее отца. Дочь скончалась на месте, а 62-летний мужчина с колотерезными ранами был доставлен в больницу. Это убийство вскоре было раскрыто. Были задержаны три человека. Двое мужчин и одна женщина. Последняя, по версии следствия, на почве ревности заказала своим друзьям напасть на соперницу, которая была в отношениях с ее мужем. Возле Дома правительства сегодня вновь митинговали сотрудники «Северэлектро». Собрались около 70 человек. Они по-прежнему требуют снять с должности нового директора Улана Астаркулова и вернуть прежнего руководителя распредкомпании до Скула Бекмурзаева. Как сообщается, сегодня утром к митингующим электрикам вышел представитель правительства. Он призвал собравшихся пойти в фонд госимущества и выразить свое недовольство там. Вскоре, как сообщается, акция недовольных сотрудников «Северэлектро» продолжилась возле фонда по управлению государственным имуществом. Возле Дома правительства митингуют не только электрики. Здания также пикетируют предприниматели рынка «Дордо» и они требуют решить проблему с доставкой товаров из Китая. По их словам, грузы застряли на границе еще три месяца назад, но их по-прежнему не пропускают. Митингующие торговцы требуют, чтобы к ним вышел первый вице-премьер Артем Новиков. В случае отказа протестующие грозятся выступить с требованием его отставки. Напротив Дома правительства проходит еще одна акция протеста. Ее участники требуют от Нацбанка провести кредитную амнистию и принять закон о банкротстве физических лиц. Протестующие говорят, что добиваются также отставки главы Нацбанка Толкунбека Абдегулова. В Центр избирком поступили уведомления от четырех претендентов, желающих стать президентом страны. В минувшую субботу заявление в ЦИК подал Назарбек Нышанов. Он известен тем, что периодически устраивал одиночные акции протеста. Уведомления в комиссию отнес и Арстанбек Абделдаев, известный своими скандальными высказываниями о своей сакральности. Абделдаев назвал себя богом. В начале пандемии уверял, что это он навел на Китай коронавирус и успокаивал, что вирус не коснется Кыргызстана. Но больше всего он известен кыргызстанцам своей знаменитой фразой «зима не будет». В ЦИКе сообщили, что заявление подал также экономист Кубан Чуроев, а днем ранее лидер политической партии Бютен-Кыргызстана Дахан Мадумаров. А сегодня стало известно, что свою кандидатуру выдвинул бывший депутат и экс-губернатор Джалалабадской области Бектур Асанов. Тот самый Асанов, который при правлении Атамбаева был осужден за попытку насильственного захвата власти. Отметим, все пять претендентов подали уведомления как самовыдвиженцы. Для регистрации кандидатом в президенты они должны собрать не менее 30 тысяч подписей в свою поддержку и внести залог в размере 1 миллиона суммов. Деньги они должны внести до 3 декабря. А до 6 декабря претенденты должны сдать в ЦИК все документы, включая подписные листы. После сдачи последних в 8-дневный срок избирательная комиссия должна проверить их на достоверность. А гид-компания стартует 15 декабря и продлится 25 дней. Пять человек скончались от коронавируса за минувшие сутки. Три смерти от ковида зарегистрированы в Бишкеке, остальные в Баткенской и Таласской областях. Такие данные приводит республиканский штаб по борьбе с коронавирусом. По данным медиков, всего стране за последние сутки было выявлено 436 новых случаев заражения. Причем наибольшее количество приходится на столицу – 112 человек. А вот выздоровевших по всей республике насчитывается более 300 человек. К слову, университет Джона Хопкинса проанализировал ситуацию с ковидом в странах Центральной Азии. По данным организации, в Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане и Таджикистане наблюдается рост заболеваемости. Так, на 1 ноября зарегистрировано почти 250 тысяч случаев коронавируса и более 3,5 тысяч случаев летальных исходов. Между тем, по показателю число случаев на миллион населения, Кыргызстан сейчас располагается на 74-м месте мирового рейтинга. При том, что еще два месяца назад наша страна занимала 43-ю строчку в рейтинге. Страшное ДТП случилось в минувшую субботу в Бумском ущелье. На 132-м километре трассы Бишкек-Нарент-Ругард водитель Ауди 100 на большой скорости не вписался в повороты и врезался в дорожный парапет. Машина разбилась практически в дребезги. Момент случившегося был зафиксирован камерой ехавшего за ней автомобиля. Судя по кадрам, от Ауди не осталось практически ни одного уцелевшего фрагмента. Позже в ГОБДД сообщили, что в результате аварии на месте скончался пассажир, а водитель машины с различными травмами был доставлен в территориальную больницу Киминского района. Автомобиль с дипломатическими номерами совершил массовое ДТП. В селе военно-антоновка машина марки Hyundai Tucson с дипномерами врезалась сразу в несколько легковых авто. По информации ГОБДД, пострадавших в результате аварии нет. Были ли в салоне иномарки дипломаты или просто сотрудники посольства, пока не сообщается. Известно лишь, что после прибытия сотрудников милиции и водитель, и пассажир отказывались выходить из машины. По предварительным данным, они находились в состоянии алкогольного опьянения. И на этом пока все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на канале НТС. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон»